Удержат ли талибы власть в Афганистане? Вопрос сложный. Афганистан — непростое государство. Во-первых, политическое крыло талибана сделало много либеральных заявлений, а их далеко не всегда разделяют рядовые талибы. И возможен конфликт между политическим руководством и рядовыми талибами на местах. Во-вторых, за талибаном пошли многие, кто не разделяет идеологии талибов. Те, кто просто ненавидел проамериканский режим президента Гани и хотел удалить иностранные оккупационные войска из Афганистана. Они использовали талибов как бетонобойный снаряд. Сейчас сдача выполнена, и им с талибами не по пути. Наконец, в-третьих, Афганистан — сложное многонациональное государство. Талибы в основной массе пуштуны, но в Афганистане так живут таджики, узбеки, хазарейцы, другие национальности. Насколько они поладят с талибами, неизвестно. Поэтому талибы как легко взяли власть, так легко могут и потерять ее, погрузив Афганистан снова в пучину гражданской войны. А почему талибы могут удержать власть в Афганистане? Во-первых, есть немало крупных государств, заинтересованных в сохранении стабильного Афганистана. Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран. Всем им нужно, чтобы Афганистан был стабильным, чтобы там не было войны. Потому что это мешает реализации крупных экономических проектов. Например, железная дорога Китай, Таджикистан, Афганистан, Иран и далее на Ближний Восток. Это позволит поставлять китайские товары в Ближневосточный регион. Это очень выгодно самим талибам, которые заработают на транзите. И очень выгодно Китае. Во-вторых, поставки туркменского газа в Индию. Газопровод ТАПИ. Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Огромный прибыльный проект. Для него тоже нужен стабильный Афганистан. Все эти игроки страны будут заинтересованы в том, что если талибы будут вести себя правильно, их поддержат, с ними будут разговаривать, им помогут удержать Афганистан. Во-вторых, есть богатые исламские страны, готовые инвестировать в режим талибов. И эти инвестиции могут помочь талибам поднять уровень жизни в Афганистане. Наконец, в-третьих, афганское население очень устало от войны. Бесконечный военный конфликт длится с 79-го года. Талибы несут хоть какую-то стабильность. Это может сыграть решающую роль. Что же будет дальше с Афганистаном? Сейчас этого никто не может сказать. Однако ясно одно, что Афганистан еще долго будет занимать важное место в международной информационной повестке. Афганистан уникальная страна. О него сломали зубы три империи. Британская империя, Советский Союз и Соединенные Штаты. Поэтому будущее Афганистана туманное.